ребят всем привет сижу просматриваю комментарии ваши под видео о эрозивном гастрите и поступила просьба от зрителя рассказать что я кушаю что я кушала в период обострения что я сейчас кушаю как питаться при эрозивном гастрите друзья мои ну конечно все индивидуально и то что один может есть другой есть не может и пробуйте конечно же надо исключить жирное уберите свинину уберите баранину уберите но жирные сорта мясо мне даже жирные части курицы не подходили но сейчас я тоже пока на филе сижу филе индюшатины филе курятины ой но все тушеное все вареное запеченное очень неплохо шли каши идут но насчет молочных каш я убрала обычное молоко и заменила его без лактозным молоком и уменьшила значит влияние чтоб тяжести в кишечнике не было анализ на лактозную недостаточность я так и не сдала не дошла до этого момента в общем ребята но смотрите даже выпечка чтоб не была жирная я вот сама делаю такой элементарный пирог себе вот хочется чай попить потому что желудок постоянно каждые там полтора-два часа требует что туда что-то закинуть начинает печь и я беру просто два яйца стакан кефира или ряженки все это смешиваю сахар мука туда яблок накрошу без кур без кожуры все это муки все раз раз форму и в духовочку получается такой знаете незатейливый пирог можно туда еще немножечко масла растительного добавить ну чтоб жир был и потом я это два-три дня кушаю потому что на даже на какую-то покупную выпечку тоже идет такая знаете нехорошая реакция вообще когда желудок особенно в период обострения эрозивного гастрита вы знаете мне даже кроме крем-суп а вот обычный суп казалось бы сваренный не зажаренный ничего там такого нет и мне не заходил и мне я брала блендер блендером его взбивала чтобы он был вообще вот такой знаете легко усваивался это конечно так себя плохо чувствуешь еще вот это на кухне пропадать но что делать в общем друзья мои все должно быть такое чтобы не раздражало ничего если какие-то лекарства пьете но кроме тех которые для желудка пейте их где-то во время еды после еды чтобы не на голодный желудок ни в коем случае да ну вообще вам скажу нужно время лечение очень долго и тяжелая у меня например от лечения антибиотиками у меня как началось тревожное расстройство и бессонница вот теперь я с этим борюсь но вы знаете желудок еще не совсем в порядок пришел можно еще это еще далеко не в порядке я все еще на диетическом питании потеря массы тела все это все это присутствует но в общем то ребята надо аккуратно с питанием каждый день я ем день через день не ем яйцо всмятку только всмятку там буквально закипела две минутки и все главное что было всмятку яйцо потому что нужен белок ну конечно болячка ужасная она у меня на нервной почве случилось и конечно очень тяжело вылезти ребята с этого состояния но возможно значит по напиткам старайтесь не пить кофе чайок не крепкие смотрите что вам подходит если вы попробовали что-то и вам не зашло постарайтесь немножечко отложить прием вот этого продукта постарайтесь чем-то другим заменить вот у меня например кефир жег сильно желудок я не могла пить кефир вчера вот буквально взяла пол стаканчика йогурта подогрела добавила туда сахар у меня кстати ребята у меня кстати когда было лечение у меня на фоне лечения повысились сахара я даже купила себе этот как он называется эти памяти вообще нет глюкометр и вот когда перестал уже значит перестала принимать лекарства сахар пришел в норму в общем-то держитесь аккуратно питайтесь ну голодными не ходите если вам кефир подходит пейте если вам ряженка подходит пейте все пробуйте но если вы например брать обезжиренный кефир он кислый вот мне кажется нет лучше пожирнее немножко брать но и не сильно жирный но смотрите творог более-менее мне заходил но магазины не домашний магазины и которые но без лактозные я брала без лактозные несколько там процентов 45 процентов его даже вермишель мелкую отвариваю туда пару ложек творога чуть-чуть сахарка у кого мед воспринимает меда вот тебе какой-то уже прием пищи есть один так супчики вот недавно стала есть борщ но такой тоже не наваристый варю детям сейчас тоже не наваристые борщи на телятинки но такое знаете не сильно наваристый и когда я уборщик то он не зажаренный я креончик выпиваю потому что вот ферментов тоже не хватает видимо еще проблемы с поджелудочной и вот если что-то вот такое картошечку можно потушить в мультиварке вот мультиварка спасает вот можно тушить овощи с небольшим количеством нежирного мяса потому что мясо тоже в период обострения она надо его лучше перекручивать ребят когда вот обострение вообще совсем капец я не могла даже кусочек мяса жую 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 а он не воспринимает больно болит потом желудок надо перекручивать мясо то есть вы взяли перекрутили на мясорубке либо блендере перекрутили кусочек грудинки например сделали на пару либо взяли в сковородочку налили водички под крышку и вот таким образом протушили и кушаете то есть пока обострение куски мяса волокна мяса но не будет воспринимать из фруктов из фруктов сырые фрукты кроме банана ничего не шло яблоки я запекала сейчас яблоко я ем и сейчас я начала уже хурму вот попробуйте хурму но чуть-чуть вот возьмите ложечку попробуйте посмотрите как вам зайдет только после еды хурма вообще как бы говорят что нельзя ее но в принципе как вот мой опыт я так стараюсь одну небольшую хурму в два приема в день съесть например в первой половине дня половинку потом во второй половине дня половинку но держимся держимся надо вылазить с этой ситуации надо выздоравливать никаких конечно грибов копчености там соленость я вот недавно так захотела соленой капусты но я квашеной я боюсь она мне кажется но она грубая еще я еще конечно такое есть не будут нот в борще поела капусту может можно протушить можно капусточку надо будет потушить попробовать в общем когда пьете не хватайте горячие надо все что было тепленькое так что то я вам еще хотела сказать но хлеб смотрите какой вы едите хлеб например мне темный никак вообще при гастритах темный хлеб он повышает кислотность у меня кислотность повышенная и вот эти вот темные сорта хлеба они еще больше влияют на выработку кислоты и она там вообще ураган в желудке в общем смотрите друзья мы смотрите если что-то новое вводите как вот знаете вот как ребенка когда ребенок маленький на грудном вскармливании мама начинает потихонечку ему вводить прикорм и вот она ему ложечку вот вы точно также смотрите ложечку кусочек и смотрите на реакцию потому что у каждого своя ситуация у каждого своя реакция кто-то может спокойно во время обострения много чего кушать и нормально я вот не могу я не могу поэтому я и худею плюс еще когда мы пьем ингибиторы они повышают кислотность и вот это усвояемость пищи тоже уменьшается тоже вот как вариант ну друзья мы надо кушать конечно меня доктор ругала я пришла ты кажется худая на год надо кушать я говорю ну вот что кушать ну картошку тебя пюре люблю сейчас я раньше как-то пюре не очень а сейчас я с удовольствием пюрешку ем картошечка она как-то так калорийная покушаешь и так вроде ничего но супчики я варю себе цветная капуста картошка морковка лучок например мясо перекрутила туда бросила фрикадельки как-то даже знаете такой вариант когда спешишь и некогда можно очень быстро сварить супчик если у вас есть пачка нормальных пельменей или домашних или вот овощи отварил туда пару пельмешков закинул уже не пустой супчик так что друзья мои вот такой мой рассказ вам в чай добавляю молочко чуть-чуть ну так по маленькую ем конечно если там что-то жарит себе выпека вот отдельно пеку себе сладости вот выпечку делаю потому что купленная она вся с пальмовой алией там непонятно что и плохо себя чувствуешь после такой выпечки со всякими маргаринами вот галетное печенье нормально заходило потом еще неплохо заходили вот у нас есть такие сухарики киевские продаются в чаек макаешь и кушаешь тоже неплохо заходили и заходят баранки вот эти детские вроде ничего пробуйте пробуйте и посмотрите как-то купила пряники но пряники мне не зашли мне было от пряника плохо там же куча добавок всяких в этих пряниках хотя не там написано что они там детские ну нет не зашли в общем ребята овощи кроме тушеных в сыром виде никакие не огурцы не помидоры я не пробовала и пока боюсь пробовать вот игрю хурма зашла банан потихоньку заходил и заходит банан с врагом даже можно но немного и вот так потихонечку потихонечку надо восстанавливаться ребят так что такой мой домашний влог в халате ваш меня простите и вот прям сейчас открыла телефон прочитала думаю сейчас ребята напишу что я кушаю я же не диетолог не доктор я вот просто говорю вот меня попросили рассказать вот я в принципе ем то что я ем говорю супчики сначала это были протертые сейчас уже в обычном виде супы это можно даже запекаю например кусочек индюшки духовке в фольге и можно слайсиками резать и кушать если воспринимает на хлебушек с чаёчком котлетки тефтельки а насчет рыбы рыба мне только судак зашла купила я еще хик так и не попробовала вот судак я беру например сделала пюре и отварила кусочек судачка отдельно и так покушала как-то купила себе форель и семгу такая довольная а потом не желудок даутки на жирноватая и форель и семга жирноватая при обострении она жирная рыба лучше вот такое что-то вот вроде как горбуша но нас что-то нету горбуши в продаже надо поискать горбуша вроде как искра новых из таких рыб которые можно не жирная ну вот я говорю судачок причем судака сейчас особо немного и в магазин пришла вот в сельпо там много рыбы говорю а чё судака нету нигде нету судака у них все жирная к короб вот эти все толстолобы ну вот судачок хорошо судак нормально и вкусненько и полезно рыбы рыбка хороший так что еще ребята ну так особо ассортимент еще у меня не не сумасшедший утром встала какую-то кашку либо овсянку либо гречку поела рис как-то но если вам нормально рис то делайте рис я сейчас добавляю немножко тыквы в каше молочной каши немножко тыквы потом какой-то перекус через пару часов только начинаю слышать что живут мой там желудок уже начинает возмущаться я делаю себе чего к там какой-то перекус потом обед в обед что-нибудь уже там борщик супчик еще хорошо ребята запеките или сварите буряк свеклу тоже хорошо и полезно и хорошо заходит нормально попробуйте потом какой-то полдник то может быть творог с чем-то или йогурт с чем-то ну потом уже ужин и старайтесь не напираться на ночь сильно часов если вы ложитесь часов 10 в 9 где-то часов 7 гастроэнтеролога что последний прием где-то часов 7 вечера у меня когда как получается когда 7 когда пол восьмого к восьми вот так вот ну вот еще бы нормализовать ребята сон не получается мне его нормализовать пока мелатонин этот ем и вот успокоительные что-то вот оно какое-то состояние тревожное расстройство это она меня уже выбило из колеи нету сил ты как это быстро утомляемость но ничего ничего выкарабкаемся нужны хорошие эмоции общение с позитивными людьми вот эти вы знаете на меня еще что влияет я уже последнее время редко включаю телевизор эти новости этот к вид у меня просто на мою нервную систему плохо влияет наши друзья мои всех обнимаю всем большой от меня привет не болейте выздоравливайте и все будет год пока пока